О том, что ждет нас в праздничные дни, расскажет Юлия Зотова, ведущая рубрики «Афиша». Юлия, здравствуй! Впереди четыре дня выходных, и мы с любопытством хотим узнать, что ждет нас в эти дни. Татьяна, привет! Праздничные выходные обещают быть активными. Масленица идет, за собой весну ведет. По всему Ленинскому району будут организованы увлекательные и познавательные программы, посвященные культуре, традициям и быту низкого народа. Спортивные игры, конкурсы, песни, танцы, театрализованные представления. Итак, 24 февраля в пятницу на свежем воздухе на площадке у Центральной библиотеки состоится праздник «Масленица». В программе веселые эстафеты, пляски, чаепитие с блинами и конфетами. Заряд бодрости и хорошее настроение до самой весны гарантированы. Библиотека встречает гостей в 12 часов. Масленичные гуляния в административном центре района пройдут 25 февраля. В 12 часов в Расторговском парке состоится программа «Алешка, Тимошка и Масленица». В 6 микрорайоне города Видное – «Широкая Масленица». А у кинотеатра «Искра» программа «Масленица идет. Скучать не придется». В деревне Орлова и поселке Развилка состоится праздничная программа «Широкая Масленица» 25 февраля в 12 ровно. А в Молоково на летней эстраде вас порадует не только интерактивная программа в исполнении Щелковского драматического театра, но и выступление фольклорного коллектива «Русь православная». Гостей встречают в 13.00. 25 февраля в сквере Сосинки на Жуковском проезде гуляния состоятся в час дня. 25 февраля в 15.30 жители сельского поселения Булатниковская ждут в поселке Измайлово на эстрадной площадке у здания администрации на празднике «Душа моя, Масленица». В воскресенье 26 февраля в музее-заповеднике Горки Ленинские пройдут народные гуляния «Проводы зимы». Вас ждут широкая ярмарка, ароматные блины с душистым чаем, катание на лошадях, уличные игры и забавы, праздничный концерт и море позитива. Центральная площадка Масленицы начнется ближе к полудню. Для всех гостей будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, масленичные конкурсы и многое другое. Также присутствующих ожидает праздничный концерт, а кульминацией станет традиционный обряд с сожжением Масленицы. Расскажу о спортивных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества. Финал третьего этапа зимнего чемпионата по мотокроссу пройдет 25 февраля в деревне Горки. Любители экстрима ждут к 11 часам. Вход свободный. Во дворце «Спорта Видное» состоится открытый кубок Ленинского муниципального района Московской области по рукопашному бою. Участников соревнований встретят в 9.00.25 февраля. Зрители приглашаются к 11 часам. 26 февраля Центральная библиотека объявляет бесплатные мастер-классы по скорочтению и развитию памяти для всех желающих. Участников ждут в 12 часов ровно. Я постаралась рассказать о большинстве событий Ленинского района. В завершении рубрики хочу поздравить всю сильную половину человечества с наступающим 23 февраля. Желаю вам никогда не бояться преград на своем пути и с гордостью добиваться желаемых целей. Мира и благополучия. Татьяна, как видишь, праздничные выходные насыщены мероприятиями. Наверное, ты не упустишь возможность погулять с детьми на Масленице в Горках. Это так? Спасибо, Юля. Да, это так. А ты уже выбрала, куда пойдешь? И я определилась. 25 февраля я буду болеть за сына на соревнованиях по рукопашному бою во Дворце спорта. А 26-го встретимся в Горках.